Миш, а ты какие слова знаешь на выходе? Да, дайте еще какие-то слова. Ну что, опять конфеты ела? Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая и серьезная, с мужем и детьми. Из всего этого сбылось только одно. Я взрослая. Ну, раз уж не исполнилось 25. Видишь, как запустил себя? Времени вообще не было. Ты как? Нормально. Обижаешься на меня, да? Извините. Да, здорово. Рит, у нас холодильник сломался и пельмени испортились. Испортились? В такой праздник. Могу печь чего-нибудь на ужин, а то я не успею. Угу. Целую. Пока. А какой сегодня праздник? День Святой Бригитты в Италии, праздник молока в Ирландии, отмен рабства в США. Ритуль, ты говорила, у тебя подруга от логопеда. Да, и что? У друга моего есть для неё хорошая работа. Окей. Давай, давай. Посуда твоя. Что сказать КБУ про работу? Спасибо или спасибо не надо? Скажи спасибо, но я сначала встречусь с учеником. А почему КБУ? Кругленький, богатенький умник. Или колобок-банкир-ухажёр. А ты никогда не называл его по имени. У него она вообще есть? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А вы из Ливидни? Да. Здрасте. Здравствуйте. Вы ради бога извините меня. Я себя не занят. Позвоните мне завтра. Хорошо. До свидания. До свидания. А вы дальше? Ну вы в курсе моей проблемы? Вы хотите стать президентом. Президентом? Для начала депутатом. Владимир Викторович. Спасибо. Ну вы понимаете, брифинги все эти, круглые столы, выступления, пресс-конференции. Ну всякая ерунда такая. А мне намекнули, что я плохо говорю, что жую слова, глотаю окончание. А я правда глотаю окончание? Ну, немного. Но это поправимо. Какие у нас сроки? Ну вообще месяц, но с вами, я думаю, проймемся неделю за одну. День сурка. Простите? Сегодня день сурка. От топота копыт пыль по пылю летит. Повторите. От топота копыт пыль по... А что, мы уже начали? Да. Предлагаю интенсив, но предупреждаю. Раз в неделю у меня занятие в детском доме. Интересно, это кому такая тачка приехала? Даша, здрасте. Давно ждёте? Нет, ничего. Извините, я на переговорах задержался. И уже надо ей. Хорошо. Поехали. Подождите, а как же? А что это? Это карточки со слогами. Учиться. Учиться? Ну, давайте учиться будем в дороге. Поехали. Съел, молодец, 33 пирога с пирогом, а пироги с творогом. Съел, молодец, 33 пирога с пирогом, а пироги с творогом. С творогом, с творогом или с творогом? С творогом. А пироги с творогом, с творогом, это ватрушки. Вы ватрушки любите? Я люблю блины. Блины с творогом. С икрой. Блина с творогом. Ватвир Викторович, у вас где ждать? На подземную парковку идете? Ага. Тридцать три пирога с фарагом и все с фарагом. А я вон только обознаю. Там кофе очень вкусно. Язык должен быть более упругим. Звук Д образуется под напором воздуха. Живы? Живы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень хорошо. Добыл бобыль бобов. Кто чего добыл? Бобыль бобов. А кто такой бобыль? Тридцать три корабля. Лавировали-лавировали. Лавировали-лавировали. Да не было верно. Живы. А вот видите, акула. Похоже на дизайнерскую открывашку для бутылок. Да. Да, я болею за экологию. А у кого это может вызывать сомнения? Ясно. А ты не думал, Дим, кто за этим может стоять? Правильно, не чая. Ну вот ты и подумай. Я тебе за это деньги плачу. Давай. Рано или поздно, она должна их сожрать. Здравствуйте. Поздравляю. С чем? С праздником. С каким? День стрельного воробья. День основания коммунистической партии во Вьетнаме. И праздник фонарей в Японии. Торт? Сегодня же нет никакого праздника. Есть? Я, кажется, влюбилась. В кого? В КБУ. Ну и что, что он кругленький? Зато так целуется. Раньше он тоже так целовался, а потом бросил тебя. Ну почему бросил, Даша? Он же мне ничего не обещал. Это он к вам подарил. Вот видишь, он даже о твоей фигуре не заботится. Ну я же и не поправляюсь. Знаешь, какой он меня назвал? Ну? Королева метаболизма. Слушай, а метаболизм и красота это синонимы, да? Даша. Прости меня, я что-то расклеилась. Ничего, бывает. Да чего, из-за холодильника? Да наплевать, мы новый купим. Ну смотри, какой красивый, удобный. Господи! Какое отделение для яиц. Да. Ну чего ты такая кислая? Как твой новый ученик? Ученик, как ученик. У него уши. Уши. Даша, ты случайно тоже не того? Хи-хи-хи. Чего ты? Даша? А Влад, это Владислав или как? Сегодня у нас в гостях Владимир Викторович Каманин. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Расскажите, каковы основные тезисы вашей предвыборной программы? Это как раз вопрос распределения бюджетных средств. То есть сегодня как такового этого распределения нет. Видели меня? Как я говорил? Слово «сегодня» вы произнесли как Сёня. Да. Нужно чётко... А я исправлюсь. Ну вот, как всегда, времени нет, так что будем работать на выезде. На. Спасибо. Теперь учимся чисто произносить звуки Т и Д. Ударение на последний слог. Та-ди-та, та-ди-тя. Да-ти-да, да-ди-тя. Побольше артикуляции, чётко звуки Т и Д. Влад, вы же меня не слушаете. Даш, я вас прекрасно слышу. Та-ти-та, та-ти-та. Да-ти-тя. Да-ти-тя. А куда мы едем? У меня у приятеля сегодня дочка родилась. Надо заехать поздравить. Теперь займёмся окончанием. Объявление ям, совещание ям. Ни ам, ни ям. А вот и мы. Да пока никак, красавица. Я вообще за пацана хотела. Да-да-да, точно? Точно. Дай-дю, дай-дю. Ну давайте, за будущего пацана. Ура! Ура, ура! Слушай, а как Дина? Как у меня дела? Всё же, ничего, ничего. Бодра. Удивительно живенькая. Ну а что с ней будет? Молодая, здоровая. Да уж. Звук должен подразумевать действия. Вы предлагаете и показываете. Попробуйте теперь с таким посылом. За будущего пацана! За второго сразу! За будущего пацана! Ну куда мне столько, ребят? Ну куда? Ура! Даша, извините, я отойду. Не будете скучать. Слад, можно тогда секунду? Ну? О, привет, дорогая! Привет! Лара, привет! Привет, дорогая! А вот и Леня! Привет, дорогая! Ну я тебя поздравляю! Ну спасибо, спасибо! Присоединяйся, закусывай! Спасибо! Лара, какая шуба! Я тебя тоже поздравляю! За это, девочки, у меня в холодильнике вообще больше нет места! Да выкинь ты половину! Или новый купи! Бокс очень хороший! Красивый дизайн и отлично морозит! Внутри всё очень удобно устроено! И отделение для яиц не как у всех! Для каких яиц? Просто яиц! Девочки! За холодильники! Да, за холодильники! За холодильники для шуб! С отделением для яиц! Это ваше тело! Слушай, а с кем девочка пришла? Извините! Алло! Да! Ну рассказывай! Да! Записывай! Угу! Латинскими буквами! Оли! Саша! Собака! Нет! А Иркин номер был обставлен как египетская погребальная лодка! Господи, какой красивый! Супер! Она старая! Фигура у тебя супер! А это больше не носи! Как я тебя понимаю! Ну ладно! Ну мы с тобой договорились по этому вопросу! Да, спасибо! Скучаем, ребята? Да-ди-дя! Да-ди-дя! Даш, вы скучаете, что ли? Вкусно? Кристалл! Роза! 98-го года! Дашу! Эй! Всем привет! Ой! Всем привет! Привет! Ого! Здорово! Держите! Какой подарок! Спасибо, спасибо! Давай! Не понравилось! Красота! Теперь вы еще пацана! За будущего пацана! За будущего пацана! Добрый день, Владимир Викторович! Приятного отдыха! Здравствуйте! Попробуйте повторить о либерализации из-за эвакуации! Из-за эвакуации! эвакуации! Ой, извините, секунду! Либерализация! Эвакуация! Даш, у меня встреча здесь на час где-то! Тут ресторан есть, кухня неплохая! Я вам деньги дам, так что вы пообедайте! Я больше не могу есть. Ну тогда отдыхайте. Из-за либерализации, из-за эвакуации. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка. Пока. Сыворотка из-под простокваши. Не могу на него смотреть. Слушайте, просто тупи и все забывай. Он до меня ототронулся, вот так и потом еще в щеку поцеловал. И дальше его не назвал. Все-таки он настоящий лидер, обаятельный и с хорошими манерами. Всегда в костюме, в галстуке. На галстуке. На костюме, на галстуке. Сейчас все продвинутые, так говорят. На костюме. Смешно. Ну да, что и влипло. Иван болван. Молоко болтал, да не выболтал. Влад, я хочу сказать вам одну очень важную вещь. Правильно говорить это еще не самое главное. Я знаю блестяще образованных людей с правильной речью. Но есть такое модное слово харизма. И она не зависит от образования, воспитания. Она либо есть, либо ее нет. У вас она есть. Вы можете просто молчать, и это красноречивее слов. Как пафосно получилось. Доброе утро. Привет, Даша. Значит, смотрите, программа у нас сегодня такая. Полдня я здесь. Вы от меня ни на шаг не отходите. Доканываете меня своими поговорками. Потом обед, потом вы едете к себе переодеваться. Потом вечером ко мне домой. К вам домой? Да, на банкет. Пятнадцатилетие совместной жизни. Будут гости. Там я начну демонстрировать навыки, правильные речи. Ну, а вы оцените. Согласна? Я теперь без вас никуда. Да, хорошо. Д. Т. Д. 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 Даша. Дура. Даша, дура. Доучились. Даша, ну успокойся. Тебе все равно он пойдет. Он тебе за это деньги платит. Да и потом, знаешь, что я тебе скажу? Сегодня женат. Завтра не женат. Угу. Пятнадцать лет совместной жизни. Он это так сказал? Как? Окончание глотал? Нет. Так, как будто сегодня утром я почистил зубы. Ну вот, видишь? Раз. Два. Пятнадцать лет одно и то же. Кого хочешь достанет. Пошла. Рит, ну что надеть-то? Вообще-то для таких случаев у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Ммм. Ну, у меня есть водолазка. Маленькая и очень черная. Маленькая и очень черная. Значит, это с вами занимается мой муж? Да, меня зовут Даша. Я поздравляю вас с пятнадцатилетием совместной жизни. Извините, что без рамки я не знала. Вы не знали, что у ученика есть жена? Вы что, расстроились, да? Оля! Простите. Лада! Красавица моя! Слушай, тут так стильно. Красиво. Такая квартира старинная. Тсс. Лара, поют? Квартира это шикарный подарок. А что тебе еще ты мне уж подарил? Очередные графы. Чехлы и в машину с белой норки. Что? И мобильник. А они лезть не будут? Чехлы. С ума сошла? Браво! Лариса, вы замечаете. Спасибо. Спасибо. Здорово. Ты лучше скажи, как мы мои деньги из твоего банка вытаскивать будем. Влад, твои? Вытащим. Да вытащим, че ты. Кстати, скажи, чтобы мне договор прислали в понедельник. Договор. О, Даша. Здрасте. Скучаете? Вы что-то хотели сказать мне? Пенитенциарный. Мужчины, это Дарья. Учительница первая моя. Ну, в смысле, первая, кого я слышу. Дмитрий, можно просто Дима. КБУ? Константин Борис Чушаков. А Рита без вас очень скучает. Рита? Нет у нее никакой Риты. Он бобыль. Добыл бобов бобыль. Пенитенциарный. Рны. Рны. Пенитенциарный. Даша, я вас умоляю, давайте окончаниями не будем сегодня заниматься. Сил у меня нет. Давайте договоримся, что я вас просто так пригласил. Без работы. Ну, могу я симпатичную девушку на праздник пригласить. Тем более у меня сегодня такой день. 15 лет сам. Сами понимаете. Не я, не ам. А у вас дети есть? Шоколадку хотите? Я возьму. Это вам. Спасибо. В общем, он садится за руль и говорит мне, я сейчас заведу машину, а вы выйдите и посмотрите. Не искренки. Но я выхожу как дура, смотрю, ничего не понимаю, ничего не искренки. Он говорит, да нет, вы просто подальше отойдите, так лучше будет видно. Но я отхожу, а он спокойно заводит мою машину и уезжает. Представляете? Ну, вообще. А я? Я останавливаюсь на светофоре. Ко мне подходит приличный молодой человек. У тебя сонка упала? Спасибо. В костюме, в галстуке. На галстуке. Сейчас модно говорить на галстуке и на костюме. На галстуке. По-моему, забавно, да? Спасибо. Значит, я рассказываю сначала. Ко мне подходит молодой человек. На костюме. На галстуке. И спрашивает меня, вы не подскажете, где храм Христа Спасителя? Пожалуйста. Ну, вот если бы он спросил что-либо другое, я никогда в жизни бы не вышла. А тут, ну, просто как дура. Ну, а дальше все по схеме, в триста лет ключи. Да. Ужас. Такая история. По-моему, есть у всех. Я проколола колесо. Ко мне подходит молодой человек и говорит, давайте я вам помогу. Понятно. Я за ним еще минут десять бежала. И кричала. Как сумасшедший. В машине три дня было. Меня вместе с машиной вгоняли. Кто? Мой вышел. Я сижу. Ты что, уже уходишь? Да. Еще раз поздравляю. Хочешь, я скажу водителю, чтобы он тебя отвез? Нет, спасибо, я сама. Нет, подожди. Ты же выпила, не боишься за руль? Я на метро. У меня машину угнали. Она красавица. Они там все красавицы. И блондинки. Все губы и грудь, как у барьбы. Представляешь? Силиконовая долина. Мужики их там называют. Красиво, да? Влада и Влад. Как в кино. Даша и Влад тоже ничего. А может, они и счастливы вместе? Я не хочу думать о Владе плохо. Иногда они вообще не думают. Постараются. Ладно. Сегодня международный день больного. Рит, ты чего? Дашка, я беременна. Пожалуйста, не плачь. Это точно. А когда вы успели? Вы же только два раза в ресторан сходили. А раньше? Что мне делать? Я в ужасе. Главное, не плачь, пожалуйста. Ты знаешь, первым делом нужно идти к врачу. И есть побольше. Подожди, а ты сама-то хочешь этого ребенка? Не знаю. Хочу, наверное. Но мне так страшно. А КБУ знает? Нет еще. Так ты позвони ему. Это же очень важно. Лучше знаешь, смс-ку отправь. Пусть и сознает. Даша, вы готовы? Сейчас зовет. Я заболела. Что? Заболела? У меня горло. Номер квартиры своей скажите. Двадцать один. У вас каши, какая тварь, вы отчетливее говорите. Двадцать один. Ага, понял. До свидания. Ритка, у него такой голос. Ну? А что он сказал-то этим своим голосом? Номер квартиры спросил. Наверное, водители пришлю. С цветами аспирина. Ну что ты стоишь? Не можешь потом водитель все доложить. А что я должна делать? Пойдем. Обалдеть, если у него такой водитель, какой же он сам? Лысый, как мой КПУ. Привет, Даша. Ну что же меня так подводите-то, а? Болеть надумали. Предлагаю интенсив. Один день вам на выздоровление. Тихо. 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 Даша, ну вы поправляетесь. Шлобственничественность. Простите? Домашнее задание на сегодня. Легко научиться произносить слово шлобственничественность. Поправляйтесь. Рита! Рит! Проследите, пожалуйста, чтобы Даша съела все мои лекарства. Поправляйтесь. Интересно, а как он о своей жене заботится, когда она болит? Он сам приехал. Сам. Понимаешь, что это значит? Мне кажется, КБУ теперь тебе предложение сделает. Его зовут Костя. И, пожалуйста, больше не называет сам его ребенка КБУ. Так что ваша дочка? Моя девочка умница. Я бы мог ее обеспечить, выдать замуж. А она учится и работает. Самостоятельная. Мой характер. Куда нести? На кухню. Добрый день. Это что? Это вам. От Владимира Викторовича. Ритка. Знаешь, что я сейчас делаю? Что? Сижу в холодильнике и улыбаюсь. Молоко. Сесть, как в космосе, при очередном рассвете. Летать. Летать. Где же ты крылья ставил икар? Лечтать. Биться стекла не чувствуя жар. Летать. Мне высоко падаю вниз. Видишь, земля не спать. Доброе утро. Доброе утро. Ну, поехали. Супруга шефа подарила. Новоселье у меня. Поздравляю. Спасибо. Кухни повешу. Красивая, да? Ничего. Для кухни сойдет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Календарь, наконец, поменял. А то у меня прошлогодний весел. У вас красивая жена. Да, красивая. Но красота это же не главное. Слышали о таком? Еще слышала, что не в деньгах счастье. Правильно. Даш, а у тебя плохое настроение? Сегодня же праздник. Я тебя поздравляю. Какой сегодня праздник? А ты не знаешь. Ну что, правда не знаешь? Сегодня день всех влюбленных. И я долго думал, что тебе подарить. Ну и вот. Поздравляю с праздником. Да шуня. А что, учительниц тоже поздравляю в такой день? Ну ты же не только учительница. А кто еще? А ты не понимаешь. Нет, но... Я вас тоже поздравляю. Ну, во-первых, мы давно уже на ты. А во-вторых, гони подарок. Дайте листок. Не обезьянничай. Ну хорошо. Тогда я подарю вам поцелуй. Угу. Турка курит трубку, курка клюет трубку. Не кури, турка, трубку. Не клюй курка, трубку. Даш, а вот скажи мне, пожалуйста, вот такой простой человек, как я, без особых талантов, вот он сможет повторить вот такое, а? Так, хорошо. Давайте поговорим об ударениях. Давай поговорим. Давай поговорим. Даш, я давно хотел с тобой поговорить. Я не могу больше это держать в себе. Как правильно? Ракушка или ракушка? А сами? Сам. Сам? Как думаешь? Ракушка. Неправильно. Ракушка. Да, Дим, да. Слушай, надо по пятой позиции срочно решать. Это не просто компромат, там что-то другое. Решай прямо сейчас, да. Даш, я буду в переговорной. Дождись меня. Так, значит, ракушка. 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 Ракушка? Радость, разлуга, разлакаться. Владимир Викторович распорядился отвезти вас домой. Но Владимир Викторович просил его дождаться. Я не знаю, он просил вызвать для вас такси. А сам уехал. Будьте дома, машина сберет вас в семь. Куда? Не знаю. Но он сказал, форма одежды парадная. Ну нет у меня парадной формы. Эй, спокойно, спокойно. Кто из нас беременна? Ты беременна или я беременна? Вот, смотри. Бежевая кофта. Коричневая юбка. А сапоги у меня черные. Да. Дуры мы! У тебя же сумка черная. И что? Ну сапоги черные, сумка черная. Значит, юбку можно коричневую, да? Одевайся. Дай я. Дай я. Дай я. А мои сапоги тебе велики? Джинсы, быстро! Я надеюсь, ты там раздеваться не собираешься? А ты что? Отлично. Потому что сама ты это снять не сможешь. Да, Влад. Алло. Даша. А ты не торопись. Не, не торопись. Конечно, я здесь вот в машине могу полчасика погреться, сидеть. Рита, ну в машине, ну телефон! Ну, господи, ну давай уже! Раз. Два. Ну. Ну, три, четыре, пять. Пошла! Шарпа-то. Все. Все, пока. Благодаря тому же Форбс можно узнать его степень успешности мировых телезнаменитостей. Кстати, список самых богатых деятелей телевидения практически не меняется. И на решение... Привет. Привет. Да, Шоня, а тебе Лена не говорила, что форма одежды парадная? Там официальное мероприятие. Я вернусь, переоденусь. Шут. Поехали. Ах-па. Даша, а ты там не заснула? Нет. А ты к нам выйдешь, покажешься? Сейчас выйду. Что же вы босиком? Там туфли есть. А, да, и обувь принесите нам, пожалуйста. Даша Лобачева, так надо. Для журналистов я стану человеком-годом, ну или что-то такое, а ты будешь со мной, так что не боюсь. Владимир Викторович, кто ваша спутница? Не завидуйте. Даша, спасибо тебе, я потрясающе провел этот вечер. Да, и ты ни разу не приставала ко мне со своими дурацкими поговорками. Ты тоже, ни разу. До свидания. До свидания. Даша, ты сумку забыл. А что это? Это мне надо было. Да, Шоня, ничего, я посмотрю. Легко ты с ними, со всеми. Расправляюсь. Нелегко, но расправляюсь. А кто он? Доброе утро. Я понял. Никто. Доброе, доброе, доброе утро. Звук Д образуется под сильным напором воздуха. Да. При этом язык, язык должен быть очень упругим. Ой, какой текст. Да. Слушай, Дашунь, а я только сейчас понял, что все это время ты меня очень профессионально охмуряла. Кофе? С удовольствием. Да, Фоня. Здесь три моих квартиры. И твоих тоже. Что? Да, молодец, хоть ближе к пенсии ко мне добралась. Даш, тебе не стыдно, а? Сейчас даже мужчины за собой следят. О! Вау! Вау! Да! Ну ладно. Давай. Рит, ты где сегодня ночевала? В подъезде с бомжами. Извини. Ну, на, хочешь, отрежь мне палец. На. Не надо. Красить будем? Будем. Слушай, Рит, смотри. Симпатичный? Ничего. Влад подарил? У его секретарши день рождения. Ну, меня, конечно, не позвали, но Влад сказал, надо как-то реагировать. Ну, надо. Нормально среагировала. Слушай, Даш, мне Костя сказал, Влада когда-то сделала аборт и с тех пор не может иметь детей. В их тусовке все об этом знают. Мне кажется, Влад чувствует себя виноватым и поэтому не разводится. Поняла? Поняла. Чего ты поняла? У тебя есть шанс. В этом возрасте все мужики хотят детей. Тридцать три корабля. Лавировали, лавировали. Лавировали, лавировали. Да не было вероятно. Да, и кораблики будем пускать. Ну, ладно. Доброе утро! Добрая. Поздравляю. Спасибо. Живы? Лена! Ты ее кормила? Конечно. Может, корм плохой был? Нормальный, свежий. Не знаю, что еще нужно было. Лена! А убирать ее я буду? Елена! Вы что, решили скупаться? Нет. В похоронном бюро подрабатываю. Ну, надо же. Ой. Эти малявки сделали ее. Добрый день. Привет. Лада, я сейчас немного занят. Не могла бы зайти попозже. А я ненадолго. Я пришла, чтобы лично выразить свое восхищение. Очень неплохо смотритесь вместе. А ты в этом костюме просто неотразим. На костюме. Милые тапочки. Дочь Игабана. Лада, у тебя все? Или ты еще что-то хочешь сказать? Нет. Я лучше помолчу. Иногда молчание красноречивое слово. Это когда есть харизма. Вот я не знаю, у меня она есть, нет? Даша. А вы как думаете? Задание на сегодня. Подождем, под дождем. Намылить, нам мылить. Стой, 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 стой. Куда ты? А у меня сегодня дети. Я же вам говорила. До свидания. Пока. Ой, извините, пожалуйста. Она умерла от одиночества. Да, да, я еду. У меня есть два дня, чтобы принять решение. Какое решение? Делать аборт или нет. А что Костя говорит? А Костя еще не знает. Да у него и без меня проблем полно. Мне так страшно, а вдруг он меня бросит, возьмет и бросит меня. Ну, что мне делать, Даша? Одевайся. Поедешь со мной. Куда? Одевайся. На. Дыши. Давай, Миша. Дыши. Изо всех сил дыши. Мама. Какие слова мы знаем на буквы «М»? Это очень хорошее слово. А еще какие слова? Мама. Мама. Не считается это уже? Было еще какие? Мама. 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 Так, ребята, спокойно. А еще подождите. Нет, это уже было. Это не считается. А больше никаких слов нет? Мама. 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 Сейчас, секунду. Подождите, пожалуйста. Да, Маша. Даша. Да. Собирайся, я сейчас пришлю с тобой машину. Нет, я сегодня не смогу приехать. Извини. Что? Что-то случилось? Да, случилось. Я не приеду. Извини. Я буду рожать этого ребенка. И начнем со срочного сообщения. Буквально час назад было совершено покушение на известного бизнесмена Владимира Каманина. Его машина была обстрелена. В результате нападения погибла секретарь бизнесмена Елена Берецкая. Сам Каманин не пострадал. На данный момент от каких-либо комментариев он отказывается. Теперь к другим новостям. Сегодня в Кремле президент России провел селекторное совещание по олимпийской стройке в Сочи. В нем приняли участие губернатор Краснодарского края, глава Олимпстроя и профиль Министерства. Президенты заверили, что все объекты будут сданы в срок. На данный момент в эксплуатации... Берит! Берит! Этот человечек спас мне жизнь. Извини, ты не отвечаешь на звонки? Да. Я телефон отключил. Как ты? Плохо. Из-за меня девушка погибла. На ее месте должен был быть я. Я? Даш, не говори глупостей. Покушение готовилось на меня. Сколько ей было? Двадцать пять. Даш, 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 я не смогу сегодня заниматься. Я понимаю. Похороны послезавтра, потом дело по горло. Я позвоню. Даш, ну не обижайся. Я позвоню. Я тебя люблю. Даш, я правда вообще не смогу ничего выговорить. А кто эти люди? Ну ладно, не обращай внимания. Я сам половину не знаю. Пошёлся, Костя! Поздравляем тебя! Помощь, Костя! Давай! Давай, давай, пошли! Красиво, а свадьба? Здесь же исправлять будете. Костя говорит, сюрприз. Может, вообще за границей, на островах каких-нибудь. Купальник. Дресс-код только купальник. Да, ну-ка, купальник у меня есть, а вот паспорта нету. Так что под пальмой я к тебе не приеду. Так у меня тоже нет. Ну, Костя, всё сделать, не волнуйся. Если что, Влада подключит. А ты что, его приглашала? Ну, приглашала, конечно. Ты что? Ты на него не обижайся. Ему не до тусовок. Сама понимаешь, имидж и всё такое. Ну, хотя, конечно, мог бы приехать. Знает же, что ты здесь. Он тебе не звонил? Я ему тоже не звонила. Э-э. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Знакомьтесь. Руслан. Очень приятно познакомиться. Мужа моего не видела. Владимира Викторовича здесь нет. Странно. Я думала, Владимир Викторович сюда поехал. Я присяду. Так. Что пьём? А вот, шампанское. Мне лучше водки. Э, не спи. Иду, иду. Так. Ты молодец. Вот тебя я поздравляю. Потому что Костик — это правильный выбор. Ничего страшного, что он лысенький. У Влада тоже не очень много волос. Зато Костик прикольный. Ох, ты знаешь, его всегда так бабы любили. Знаешь, сколько у него баб было? Знаю. Он рассказывал. Да. Да. Ну, надо же. Мне Влад вообще ничего не рассказывает. Но я думаю, потому что ему нечего, наверное. Вот скажи мне. Может, мне позвонить? Спросить у него. Милый. Милый. Ты там... Давай, давай. Не заработался? Ты знаешь, что есть новая технология? Наблюдение за машиной со спутника. О, смотри. Смотри, смотри. Итак, смотрим. Рублёво-Успенское. Шоссе. Барвиха. Что у нас в Барвихе? У нас в Барвихе... Фотел и спа. Очень странно, какие могут быть переговоры в час ночи. Спа. Фотел и спа. Эй. Ты что? Влюбилась, что ли? Ух ты. Бедолага. Знаешь что? Вставай. Давай, давай. Вставай. Мы сейчас к нему поедем с тобой вместе. Ничего страшного, что мы не знаем, в каком он домере. Если бы он знал, какая вы... Ух ты. Ну, наконец-то мы заговорили. Давай, понеслась. Поехали. Если бы он знал, какая вы на самом деле... Если бы вы потрудились его узнать... Может быть, у вас была бы нормальная семья. А сейчас... По-твоему, конечно. У нас какая семья? А сейчас у вас нет семьи. Вы его мучаете. Уже 15 лет. Извини. Кто ты такая? Кто ты такая, что? Как я все это... Говорите, а? Кто ты такая? А? Это вы кто такая? Вы ему ребенка родить не можете. А он вас жалеет и поэтому не бросает. Даш, ты чего такое говоришь-то, а? Вот я, что там? Да не лезь, я разберусь. Сибирь поняла, все. На мое место. Метишь. Да? Может быть, это не ваше место? Да перестань ты, Даш! Девочки, поехали в клуб, подвигаться хочется. Что ты вообще здесь делаешь? Что ты такой? Уйди отсюда, девочку, убирай свою. Да ладно? Подружку свою забирай, Люда, быстрее. Забирай свою быстрее. Ухотем, уходим. Подружку свою забирай сюда, быстрее. Ухотем, уходим. Будем смотреть фейерверки. Нет, 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 не будь, пожалуйста. Наша! Ма! Наша! Все гуляем. Все с праздником. Праздную, праздную продолжаем выпивать. Даша! 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 Ну не расстраивайся ты так. Я не расстраиваюсь, я... Я сейчас вообще умру. Ну все, хватит. Жизнь, а? Я не расстраиваюсь, 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 я 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 расстраиваюсь Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая и серьезная, с мужем и детьми. Из всего этого сбылось только одно. Помогло и не сбыться. В юности не мечтаю стать депутатом. Я не помню, о чем я мечтал. Но уж точно не об этом. Хорошо все организовали, да, Влад? Чего ты? Достойно похоронили. Ребят, вы что, вообще охренели, что ли? Ну ладно и этот, но ты-то, Влад. Кость, ты чего? А ты не понимаешь, что я? Да ну раз. Лена пришла ко мне работать 2 февраля год назад. Хватит, Влад, хватит. Даша тоже 2 февраля в этом году. День сурка. Простите? День сурка. Причем тут день сурка? День сурка. Пора ехать. У меня учительница уже полтора часа ждет. Сколько лет же? Сто в день. Нормально, мне ждет. Все. У Ленечка сегодня дочка родилась. Чудесно. Надо заехать поздравить. Поедем? Я не хочу. Сходи без меня, ладно? Ладно. Пока. 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 Продолжение следует... Даша, здрасте. Давно меня ждете? Нет, ничего. Извините, срочные переговоры, уже надо ехать. А, подождите, а как же? Ну, давайте, учиться будем по дороге. Поехали? Да, да, да. Домашнее задание на вечер. По очереди присоединяй к звуку П все гласные. По-нятно? По-нятно. По-ка. По-пробуйте не лениться. По-могу вам. Пей, приходите на другие гласные. По-ехали. Ты понял, Влад? Сейчас победит тот, кто создаст новую традицию. Давай сюда. Здравствуйте. Основной упор на распределение бюджетных средств. Ну, там, японской модели и всякое такое. Четко выговаривай слова на вопросы, отвечай быстро. Учти, после этого эфира о тебе заговорят, как о новом Столыпине. Ну да, спорим? А, давай, да. Давай, знаешь, знаешь на что? Давай на твоего нового архитектора. Мне архитектор нужен. Давай, а? Ага. Давай. Владимир Викторович. О, девушка, разбейте. Опа. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Владимир Викторович Каманин. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Владимир Викторович, расскажите, каковы основные тезисы вашей предвыборной программы? Ну, в первую очередь меня интересует распределение бюджетных средств. Возьмем, например, японскую модель. В Японии все налоги идут в бюджет того города, где они, собственно говоря, и уплачены. Поэтому уровень жизни везде примерно одинаковый. У нас, наоборот, москвичи живут гораздо лучше, чем люди в других городах нашей страны. Это как раз вопрос о распределении бюджетных средств. То есть сегодня как такового этого распределения нет. Ну и что же вы предлагаете, Владимир Викторович? Я предлагаю поставить вопрос о перераспределении бюджетных средств. Здесь три моих квартиры. По площади или по стоимости? Не могу на него смотреть. Просто тупи и все забываю. Он до меня дотронулся. Вот так вот потом еще в щеку поцеловал. И до шума не назвал. Ты что, собрался в этом галстуке идти? Вот с этой рубашкой? Иди спать, дорогая. Поменяй галстук, дорогой. А мне нравится, дорогая. Ты похож на гомосексуалиста. Можно меня в покое оставить? А можно поздравить меня с тем, что я уже 15 лет выбираю тебе галстуки? Спасибо. Галстук. Лада! Лада! Алло? А вечером ко мне домой, на банке, пятнадцатилетие совместной жизни. Я теперь без вас никуда. Да, хорошо. А мне сказали, что если не кормить её два дня, то она сожрёт всех рыбок, поэтому кормлю её на убой. Хочу, чтобы она сожрала их не от голода, а посолки. Можно? Мулька есть. Узнаёшь пароль жены. На экран тебе со спутника выводят карту. На ней маленькая точечка. Машина Лады. Ага, прикольно. То есть ты каждый момент можешь знать, где сейчас протекает твоя семейная жизнь. А в самой машине прослушку можно организовать? Не проблема. Неплохо. 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 Да, дорогой. Алло, Лада? Ты где, дорогая? Не скажу, дорогой. Не скажу, дорогой. Привет. А как это ты меня нашёл? Секретная технология. Лад, домой поехали. Пятнадцать лет. Представляешь, какая я была, помнишь? Помню. Да. Такая же, как сейчас. Фу, как ты красивая. Во мне не было ни грамма вот этого, вот этого силикона, как в твоей... Да, 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 да. Да, да, да. Даша, ну прекрати, ты что, ревнуешь, что ли? А? К логопеду. Нет, нет. Нет, она мне картины подарила. Куда повесишь? Вот сюда повесишь. Здесь висеть будет. А тебе что? Ух ты, ты что, с собой был? Ну? Я что, уже послышал? Она мне сказала, что у неё машину угнали. Ты что, машину уже подарил? Слушай, ну прекрати, а? Прекрати. Пойдём спать. Ты имеешь в виду спать, дорогой? Нет, я имею в виду, пойдём, дорогая. Каша, вы готовы? Сейчас заеду за вам. Я заболела. Что? Заболели? У меня горло. Номер квартиры своей скажите. Двадцать один. У вас каша какая-то вартовая, вы отчётливее говорите. Двадцать один. Ага, понял. До свидания. У него такой ком. Ну, с кем это мы разговаривали? С таким эротичным голосом. Каким? Каким? Эротичным. Это учительница моя. Заболела. И самое главное, как не вовремя. Думаю, ей водителя послать, чтобы вас пилин привёз. Не надо травить девку в химии. Купи фруктов, как я купил. А? Пока. Что она такая? Скромненькая такая. Прям как я пятнадцать лет назад. Ладно. Ну, я тебе умоляю, не надо, ладно? Пока. Надолго мы здесь застряли? Да минут на десять. Нет, так везде сегодня опоздали. Владимир Викторович, идите в машину, холодно. Антон! Давай, я сам отнесу. Иди, помоги ему. Ясно. Номер квартиры какой я забыл? Двадцать один. Давайте через десять минут, мы должны уехать побыстрее. Ставьте, ставьте. Холодильник накрылся, а заняться им некогда. Меня, кстати, Рита зовут. Здрасте. Здрасте, а я, кстати, Влад. А вы, Даша, кто? Сестра? Больше. Боевая подруга. С кем воюете? С жизнью. Вот Москву взяли. Теперь окапываемся. Говорят, с завода какие-то отходы в реку сбросили. Там лед весь черный. Дима. А ты сам-то видел? Влад, я не видел, но жители уже письма пишут. Президенту, Гринпис, ты сам знаешь. Да пусть пишут. Я-то при чем здесь? Завод не мой, а государственный. Ко мне какие претензии? Влад, но ты завод строил. Значит, ты плохо позаботился о обычных сооружениях. Я в реку ничего не сливал. Не успел, сам знаешь. Да это уже не важно. Леночка, спасибо. Ой, извините. Что предлагаю? Надо пустить информацию, что все это клевета распространяемая Нечаевым. Кстати, Нечаев так бы и поступил. Я не Нечаев. Дин, придумай что-нибудь еще. Окей, Влад. Есть вариант. Лада заболела. Сгоня Ленку за лекарства. Ладе лекарства покупаю я сам. В сумме. Дин, придумай. Дин, придумай. Сгоня Ленку за лекарство. Возвращаясь к тебе как за датой мечте. Я тебя не могу не потерять Ну, как тебе? Что, не видно, что ли? Голова была. Выбил этой таблетки и ничего не помогает. А так? Шамвар. Летать Где же ты крылья ставил и карт? Мечтать Биться о стекла, не чувствуя жар. Летать Мне высоко Падаю вниз Видишь, земля Не спать Больше нельзя Рано вставать Ну-ка, скажи, как назывался шоколад, который у нас был до пятнадцатилетия? Алисандро Грандука Коля ездила на дегустацию у Флоренцо Она сказала, что она такого вкусного шоколада вообще никогда в жизни не ела Его Делают специально для ВИПов 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 делают И ел, нет? А представляешь Костя считает мой план по спасению банка Бесперспектив... Бесперспективником О, получилось Ладно Оле предложили на выбор Несколько сортов Горького шоколада И сделали специально для нее Пять шоколадок с ее Видите, народ Круто? Пять шоколадок Круто Круто Очень круто И теперь каждый месяц Из Флоренции ей привозят шоколад Потому что ее муж подарил ей пожизненную ежемесячную доставку То есть это что получается? Каждый месяц ты получаешь пять плиточек со своими инициалами Сколько стоит? Да я не помню Единицы Потрясающе За миллион долларов Организовать доставку шоколада на дом Но летом ей еще присылают Шоколадные ракушки с... Ракушки Ей присылают еще каждое лето шоколадные ракушки с... Ракушки, Лада, ракушки Ей присылают каждое лето шоколадные ракушки с мороженым Лад, ну ты же мороженое не любишь Я не люблю мороженое, а цветы, по-твоему, тоже не люблю А что ей цветы тоже из Флоренции присылают? Лада, твоя Оля дура Ей легче подарить шоколадку за миллион долларов, чем объяснить, что это бред Бред собачек Да причем здесь ты мне даже цветов не подарил в такой день? Я понимаю, что этот день для тебя ничего не значит А для меня все еще значит, представляешь? А какой сегодня день-то? Ну? Какой? Ну какой сегодня день? Ну какой, а? 14 февраля А? День влюбленных Молодец Вот С праздником С праздником, Дашень! Да, Дим, да Слушай, надо по пятой позиции срочно решать Это не просто компромат, там что-то другое Решай прямо сейчас, да Давай Даш, я буду в переговорной Дожди с меня Привет Привет Да что сюда приехал? Владимир Викторович Всем привет В общем, у нас на канале в вечернем блоке новостей Пойдет репортаж о вашем заводе То есть о бывшем вашем Якобы и при вас все отходы в реку сливали И там рыбы совсем не осталось А в одной деревне кролик трехголовый родился Какой кролик? Трехголовый? Бред какой-то А люди, между прочим, напуганы Они уже там митинг против вас организовали Я понял Ну я пойду? Пойдешь? Ну давай иди Ты не расстраивайся, праздник все-таки Ну давай иди, я тебе позвоню До свидания До свидания До свидания До свидания Здорово Я что-то ничего не понял Не чай в сюжет проплатил? В гадалки не ходил Главное, как Вова Перед самым началом мероприятия Ну и что? Пойдешь Ты улыбайся И знаешь что? Владу не бери Это почему это? Она и платье какое-то приготовила Нам сейчас нужно отвлечь внимание от завода и от митинга Понимаю Дальше Влад, возьми какую-нибудь девку Чтоб с ногами Миску, спортсменку, актрису Мне сейчас нужно, чтоб все обсуждали не завод А с какой бабой ты на правительственных мероприятиях тусуешься Да, но как потом от этого отмыл отца все? Если скандалец будет иметь резонанс, потом организуем торжественное воссоединение с женой Да поняли, поняли, баба по-любому лучше, чем король Владимир Викторович, кто ваша спутница? Не завидуйте Здорово, не целуешься А ты так себе? А кто не так себе? Никто А никто это кто? Владимир Викторович, пакеты Голос � city Здорово Привет А где Лена? Лена? Ты не знаешь, она договор по банку мне подготовила? Да откуда мне знать, Влад? Да? А кто знает? Кто знает? А ты знаешь, сколько моих денег в этом чертовом костином банке застряло? И никто ни за что не отвечает! Может, я без вас как-то обойдусь? Нет, Влад. Без нас ты не обойдешься. Очень неплохо смотритесь вместе. Стой, 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 стой! А ты куда? А у меня сегодня дети. Я же вам говорила. До свидания! Пока! У нее сегодня дети. У меня сегодня нет детей. И вчера не было. И завтра не будет. Или, может быть, завтра будут? Ты как будешь? Сюда. Здрасте. А вы самый модный архитект. И лучше вас никого нет? У-у-у. Хорошо. Ну, вы видели все здесь, да? Слышать? Будете ее. Ладошин. Ну, это теперь твой магазин. Грандука. Ты мне спасибо сказать не хочешь? Спасибо. За все. Влад, у тебя ссылка в интернете больше, чем на Брэда Питта. Я сделал Брэда Питта. С ума сойти. Но этого мало. Влад, этого мало. А тебе должны говорить и писать постоянно, и разговор должен быть позитивный. Существует несколько пиар-технологий. Можно, конечно, сделать пластическую операцию, как в свое время Берлускони. Дим, ну это вообще не смешно даже. Понимаешь? Окей. Тот же Берлускони накануне выборов купил футбольный клуб Милан, потому что итальянцы помешаны на футболе. Дима, и вот эти тусовки с мисками мне тоже не нравятся. Вообще, у меня складывается впечатление, что ты работаешь по шаблону. И все твои технологии, прости меня, очень банальны. Ты мне еще спасибо скажешь за мои технологии. Ладно, не нравятся тебе тусовки. Есть вечная тема. Кровь. Покушение. Кровь обеспечит тебе любовь электората. Посмертно. Расслабься, Влад. Неудачное покушение тоже подойдет. У тебя мерин бронированный? Стекла как? Мерин не дам. Я его только получил. Влад, послушай меня. Стекла какие? Нормальные стекла. Бомбоубежище, а не тачка. Отлично. Возьми жену, чтобы повизжал. Пусть новое платье выгулеет. Дин, ты чего глупый? Влад там не будет. А кто будет? Нам нужны свидетели. Я понял. Да, Влад. Даша, ты освободилась? Я сейчас за тобой в машину пришлю. Я не смогу сегодня никуда поехать, извини. Даша, мне нужно, чтобы ты сегодня была со мной. Я не приеду. Извини. Влад, ну не парься. Возьми ладу и все. Ну как? Ну как всегда потрясающе. Спасибо. Ты будешь лучшей в Силиконовой долине. Что? Ну я пошутил. Лада. Лада. Ну прости, но идиотская шутка. Нам надо ехать. А ты найди себе другую компанию. Не из нашей Лины. Ну ладно. Ну, по-дурацки пошутил. Поехали. Да иди ты к чёрту. Оставь меня в такое. Лада остается дома. Даша отказалась. Поработай над этой проблемой, Тим. Поехали. Владимир Викторович один едет. А должен быть со спутницей. Ты же знаешь правильно. Знаю правила. Жена у него заболела. Училка пропала куда-то. Ты знаешь, что делать? Нет. Вот и я не знаю. Садись. Ну что ты? Ай, да я. Отдохнёшь там. Потусуешься. Чем тебе не день рождения? А то всё работаешь, работаешь. Пчёлка ты наша. Ну, с Богом. Дима. Ну, пойди сюда. Я тебя уволю. Что случилось? А ты знаешь, что Ленькин отец? Ага. Если он узнает, что я под пулей подставил, он мне башку снесёт. Никто никого не подставляет. Ну, договаривались же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антон, пойди посмотри, что там происходит. Владимир Викторович, может быть, не нужно? Иди. Иди! Лена, не нервничайте. Сейчас Антон придет, договориться проедем. Спасибо. Все в порядке. Сейчас они уберут машину, и мы поедем. Стой, стой, стой! Вы в порядке? Сегодня 10 утра. Жду вас у себя в кабинете. Снимай, работаем. Скажите, Владимир Викторович, подождите, отвлите на вопрос. Что это было, Дима? Что было, Влад? Зачем она окно открыла? А ты куда смотрел? Мы что в игрушки играем? Ты же сказал, никто не пострадает. А Лена погибла. Я сказал, ты не пострадаешь. Ты не пострадал? Влад, подожди. Владимир Викторович, подождите. Заграждение. Отойди. Давай, пройдем. Почти, да? Приходи, дайска, понял. Не заходим за ограждение? Давай, конечно. Мойна Владимира Каманина. Его машина была обстрелена. В результате нападения погибла секретарь-митесмена Елена Перецкая. Сам Каманин не пострадал. На данный момент в каких-либо комментариев он отталкивается. А если бы тебя обняли? Да кому, кому я нужен? Кому я нужен, кроме тебя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прекратили свалить. Алло. Я тебе галстуки с костюмами и рубашками развесила сразу, чтобы ты не запутался. Хорошо. Лада! Алло! Я сейчас домой приеду. Нет, 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 нет. Ты не спеши, я не дома. А где ты? Не скажу, дорогой. Я тебя найду. Я тебя найду. Лада! 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 Таа, кстати, у Влады эфир сегодня, у него очень хороше рейтинге! Позвони и поздравим, приятно будет. П- Чего это? Упражнение такое, присоединять к букве П разный гласный. Позвони и поздрави Пошёл он подальше. Даш, у тебя все гласные одинаковые. Правда. Пора сменить гласные. Эй, Эй, Влад, 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 ну че ты как, а? А через час эфир. Да какой эфир? Куда ему эфир? Отменить это можно как-то? Ну, если капельницу поставить. Пива хватит. Ну, если он будет хреново выглядеть, это даже хорошо. В конце концов у него были проблемы. Здорово. Ну, я так понимаю, вы тут сами как-то разберетесь, да? Ага. Давай. Влад, давай, подъем. Владимир Викторович, Владимир Викторович, поднимайтесь, поднимайтесь. О, ладно, не знаешь, где он так надырался? Добрый день. Пошли вон. Пойдемте. Смотри. Пойдемте. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Вас давно не было. Да. Спасибо. Ой. Были проблемы. Угу. Решили? У меня дочку убили. Простите. 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 У меня сегодня важный день. Я должен быть в форме. Я должен быть в форме. Да, Ритуль. Ташка. Слушай меня внимательно. Ладно. Позвони. Тут отец Лены наказался моим клиентом. По-моему, он что-то задумал. Ну, что-то не то. Предупреди, вы поняла? Рита. Рита. Все, мне надо бежать. Пока. Иду. Иду. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова